Здарова всем, с вами Хилхёртс и игра Dark Souls 2. Да, та самая знаменитая вторая часть, за которой я провёл столько бессонных ночей, что я несчасть. Начнём. Продолжение следует... 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 Тут мы и очнёмся. Ну, собственно, смыкнули, мы упали в какую-то непонятную яму и оказались здесь, в Междумирье. Самая первая локация. Мы пока ещё как бы в суперпол, у нас даже не лица нет, ничего нет. Сейчас мы пойдём ещё будем внешность выбирать. В общем, заниматься собой, проводить себя в порядок. Здесь у нас есть несколько очень опасных зверьков, кобальты называются. Они как бы бегают от нас? Или их уже нет? Раньше были. Они сломали кобальтов. А, нет, вот бегают, красавчики. Вот, они бегают от нас, если их раз ударить, они начнут агриться и настакивать окаменение. Так что лучше их не злить. Такие милые прям кисики-пёсики. Ну ладно, оставим их. Я знаю каждый уголок, каждую нычку. Только это не просто второй Dark Souls, а как бы переиздание с Color of the First Sin. Это важно. Так, сейчас мы пойдём выберёмся. Кто мы такие? Как нас зовут? К старушкам из заставки. Нормальное лицо. Насвай, посмотри. Ага, ты вон к чему. Ну ладно. Конечно, второй Dark Souls пройти. В заставке, которая была. Ты закончил. Ты пойдёшь в холл. Какие же долгие заставки. Во, наконец-то создадимся. Ясно. Хорошо. Да, так и есть. Конечно, помню. Так, мы будем за колдуна. Не могу отказать от себя. Нечто окаменевшее. Ну, если никто... А как вправо сделать назад? Никто не против? Я хочу немножко потолще сделать. Прямо такого жирнича. Так, а как менять это всё? Во, во, какой красивый. Широкий. Кое широкое. Так. Внешность. Причесочку хочу модную, стильную. Ну, даже не знаю. Давайте какую-нибудь такую. И бороду-бородка. Это стиль. Усики. Нет, усики лучше всего. Больше ничего не буду менять. Итак, красавчик. Классы дар. Завершить. Все у нас есть шансы. Так, быстро меняем оружие. Потому что изначально оно очень неправильно расставлено. Так, бежим на второй этаж за ключами к DLC. Да-да-да, вот они. По-моему, если не ошибаюсь, можно поговорить с ишлужа... А, теперь человеческая фигурка. Раньше ключи от DLC были. Ну да ладно. Ты можешь что-нибудь мне помочь? История, с чего выйти сюда... Нет, не может. Ну ладно. И мы сейчас человек. Очень, извините меня, не удержусь, сексуальный. Сначала мы пойдем завалим тролля. Потому что тролля завалить это стиль. Нет, не сюда. Вот сюда. Такие здоровенные следы. Чувствую запах тролля. Так и есть. Ну, не тролля, а огру, наверное. Ну, с кинжала его завалить очень долго придется. А вот посохом мы его быстро разомнем. Здесь у нас фиксированное количество заклинаний. И чтобы их восполнить, нужно либо пойти кому-нибудь в мир и помочь. Либо посидеть у костра. Ну, можно и красным окном еще вторгнуться. Тоже довольно действенный способ восстановления. Главное не умирать. Ну и все. Это было просто. Ты что-то даешь? Ты каменное кольцо. Каменное кольцо позволяет нам как бы каждым попаданием по врагу сбивать больше баланса. Из-за чего он будет быстрее терять равновесие. Ну и прерывать свои атаки. В общем, полезная штука. Там еще есть гладкий шелковистый камешек. Ну, блин, что-то лень за ним идти. А там когда-нибудь. Под водопадом. Не столь важно. Так. Ломаем карету. Поломали. Теперь у нас есть факел. Довольно темно. Я, пожалуй, зажгу факел. Ну, чтобы было красиво. Лампово, что ли. Мы по дефолту отдыхаем. Чтобы появилась менюшка факела, нужно нажать Y. Ну, или треугольник. И зажигаем факел. Изначально у нас 5 минут. Каждый новый факел, который мы пикапнем, будет плюс 5 минут давать. Вот, собственно, междумирье само. Очень красивая штука. Здесь есть жаровни, который можно зажечь. И будет очень красиво, стильно. Я буквально пару стен туманов обучалок пройду, чтобы все нужные эти расходники собрать. И потом пойдем уже в Маджуу. Может, даже позажигаю. Почему бы и нет? Это первый засадный парень. Тут жал, он такой короткий. Такая маленькая оранжа. Ужас. И тут ничего такого важного. Чтоб стамины хватало на все. Просто я люблю, чтобы везде был свет и уют. Здесь нас научат бэкстабы делать. Но я не хочу это, мне кажется, долго. Разумеется, зажжем. Вот там есть гробик, который меняет пол персонажа. И один орк. Но, точнее, огр не один. За углом там еще один стоит. Так что вначале туда лучше не соваться. Кинжал, красиво. Здесь, типа, лучник. И не таких побеждали. Ну, тут дружок у него. Я даже не буду на него время тратить. Просто зажгу. И побежим дальше. Ай. Все-таки стукнул. Ну, ладно. Просто пощечный такой. Так. И вот первую часть обучения мы прошли. А ничего, что у тебя оранжа не должна быть такой длинной? Молодой человек. В скобках немолодой. Как же профессионально тыкать кортиком. Самоцветы жизни. Самоцветы жизни это просто лучшее, что есть в серии соус. Это не какой-то там эстус, который нужно постоянно пополнять сидя у костра. Это постоянно их можно покупать и юзать. И будет постепенно вот так вот регенится здоровье. Это гнездо, которое есть во всех сериях игры соус. Мы сюда можем выкидывать что-то круглое. Ну, местные птенцы называют теплое, но на самом деле это не так. Вот, выкидываем. И нам в обмен дают какой-нибудь ништяк. Спиритический трясубец. В общем, довольно прикольная штука в этот раз попалась. Вот. Ну, это тупо вилы. Но если сделать силовую атаку, это нам бафнет немного урон. Ну и такой модный танец. Они еще крутятся клево. Но унесуть. Так, и они напополам сломались. Так, сбрасываем лестницу. Забираем этот ништяк, пытаясь не отъехать. Чтобы не перекатываться при падении, жмем атаку в прыжке. Так, ну и все. Я, наверное, даже дальше не пойду. Хоть там и красное окно. Ну, найдем потом. Сразу пойдем в Маджулу и в лес Павших Гигантов. Потому что, мне кажется, это куда важнее. Здесь есть очень клевый онлайн. И, по-моему, во второй части, ну, на мой взгляд, самая лучшая PvP. Многие, конечно, могут не согласиться. Многим вообще не нравится вторая часть. Потому что от других разработчиков. Не те, что делали первую и третью. Но лично для меня это просто знаменитейший. Просто посмотрите, какой вид, какой стиль. А сейчас зайдем. Ну, в самом Маджулу будет фантастическая музыка. Ну, сейчас быстренько все соберем. Нам нужен Моргенштерн и бинокль. И для этого мы идем вот сюда. Здесь у нас колокольчик. Моргенштерн. Здесь бинокль. С биноклем мы сможем вдали стрелять заклинаниями. И вот сюда нам надо. Но сначала мы зайдем и посидим на костре. Ну, и, может быть, с NPC-шками некими познакомимся. Сейчас бы заговариваться. Вот. Изумрудный вестник. Потом про нем много всяких секретов узнаем. Ну, вот. Нам дают место. Спасибо. Ну, и стандартный диалог перед тем, как вообще поговорить с этой вестницей. Так, новый уровень. Мы, наверное, пока ничего не можем лопнуть. Нам нужна силу и ловкость. Не помню в каких точных значениях, но... В районе... 12 где-то. Ловкости и 10-11 силы. Ну, не суть. Потом точно разберусь, чтобы длинный меч... Длинный меч в этой части просто такое OP. Здесь сидит грустный солдат. Здесь можно посмотреть общее число смертей во всем мире. Ну, безумная цифра. А здесь, когда выходили дополнения, что-то было написано. Ну, приуроченное к выходу каждого дополнения. Ты не умер, не ты? Ты умерла, что-то было написано. Ну, данный человек сильно отчаялся. Но, тем не менее, это еще человек. Не получается посмотреть. Немножко рассказывает, что нам нужно будет сделать. Враги из других миров — это красные фантомы. Вот, и мы можем, наконец, вступать в Ковенанты. Ковенант Лазурного Пути. Если мы носим его эмблему, синий перстень, то... Ну, мудрое решение, да-да-да. Синие стражи могут прилететь и защитить от красного фантома. Все. То, что нужно было от него получить, мы получили. На. Хотел-ка к третьей части убрать. Ковенанты, а это нельзя сделать. Так, здесь потом NPC будет еще один сидеть. Здесь всякие души лежат. Здесь, по-моему, тоже что-то есть. Ага. Здесь нам нужно будет ключ у старушки купить. В этом маленьком домике живет кузнец-купец. К нему мы попозже заглянем. А это вот особняк Маджулы. Для него нужен ключ. Там мы тоже попозже зайдем. Самоцветы. И здесь живет кошка. Иногда с ней можно прямо через эту стенку поговорить. Ну, она нам расскажет, что надо сделать. В общем, клевая такая NPC. Так что попозже тоже к ней зайдем. Нам нужно осколок взять. Там адские свинки. Их лучше пока что не трогать. Они забодают. А что, нельзя забрать? Можно. Осколок фляги с эстусом. Отлично. Они согрелись? Блин, они согрелись. Ну, придется дать им по лицу. Кинжалом я их три дня буду убивать так, что придется магией запинывать. Только не подходите, плиз. Столько игроков на них полегло. Даже страшно представить. Основная трудность в том, что они маленькие. И по ним не попасть с обычного оружия. Нужно что-нибудь размашить с тем, что может по земле бить. Давай, давай, стреляй. И последнюю. Фух, еле отбился. Победил свиней, считай, прошел Драксолс. Так, сейчас мы выставим эстус. Фляга с эстусом. И самоцветы, и самоцветы. И это очень стильная штука. Сейчас быстренько опаем флягу. Мы просто пришли в первую локацию. У нас уже есть целая фляжка. Представляете, насколько это стильно? Давай, давай, да-да-да. Улучшить флягу с эстусом. Улучшили. Все, погнали в лес теперь гигантов. Теперь посидим, чтобы заклинания восстановились. Там еще один огур будет. А лезть кинжалом на огра, это очень опасно. Такс, такс, такс. Здесь всякие ништяки. По-моему, в НГ+, этот сундук будет мимиком. Можно даже проверить. Можно коснуться, да. Пятна крови, прикоснуться к пятну крови. Можно? А, ну так что посмотрели. Ну, блин. Этого человека никто не заживал. И знаменитые, долго открывающиеся двери. Куда же без них? А в третьей части на эту кнопку посох зачаровывался. А тут можно посохом воевать. Можно вообще чисто посохом. Такой, йоу-йоу, я мистер Дамблдор. Бабах по лицу. Ладно, шутки в сторону. Здесь у нас должны быть человеческие фигурки, если я не ошибаюсь. Да. Я думал пять. Я их сейчас бы не упасть. Нормально. Косточка возвращения, чтобы на костры возвращаться. Ну, по стандарту все. Все по классике. Тут у нас один засланец есть. Ага, сейчас бы мимо бить. Так, дядя страшный огор. Иди сюда. Хорош убегать. Надо его забайтить все-таки на атаку, а то что-то стрёмно. Раз, два еще. Успею, не успею. Ладно, надо опять байтить. Блин, еще этот сагрился. Что же вас так много-то? И не вовремя. Ну, ладно, он ушел в пещеру, не буду его трогать. Давай, делай атаку. И уходи. Ты не можешь сюда идти. Или можешь, не можешь. Или можешь. Опасный броненосец. Не делай так больше. Договорились. Ты же хорош, Орк. Ты же хорош, Орк. Какой Орк, Орк. Ну все. Теперь не будет больше препятствием. Душа гордого рыцаря. Ну. Уверен. Данный экземпляр съел не одного гордого рыцаря. Вот здесь у нас есть... Ммм, хорошо. Полиците с посоха, как настоящий маг. Здесь у нас есть скрытый от глаз костер, которым мы непременно воспользуемся. Даже сидеть не будем, потому что все есть. Хотя надо было заклинание восстановить. Ну ладно. Ай, как он предиктит? Мне бы так в Богор стрелять. Ой, еще один пришел. Этого я забыл совсем. Блин. Раньше было проще. Ну ладно, будем по одному минусовать их. Если повезет. Или не будем. Ой-ой, ну хорош. Все, все, все. Я понял вас много. Я один. Надо самоцветы поюзать. Давай-давай, стреляй пока недалеко. Пока они беззащитны. Мистер лучник. Вы слишком много на себя берете. Атака в прыжке никогда не подводит. Ага, обманул. Главное вовремя забайтить. Ну что-то выпало с них. Нормально, можно приодеться. Сейчас сапожки наденем. Так. А у нас есть. У нас шлем нет. Пока ничего нет нормального. Первый сет брони, по-моему. Ну, довольно нескоро будет найден. Тут мы берем максимально вправо. Собираем по возможности все ништяки. Скоро у нас кинжал сломается. Но мы не переживаем. Сейчас мы начнем лезть. И к нам навстречу полезут. Мы их тактикульно убиваем. И идем разбираться с тем, кто будет бомбу бросать сверху. Если его не убить, он может очень подпортить. Ну ладно. Придется с ним сражаться. Ну ничего. Я справлюсь. Короткий меч. Отлично. Хотя бы что-то. Или я его использовать не могу? Могу. Нет, не могу. Блин. Ну придется кинжалом. Ладно. Кинжал тоже оружие. А где он? Вот он. Наверное, два придется потратить заклинания. Угу. И тут вот эти куча полых встает. Сейчас я их, наверное, быстренько поубиваю. Быстро всех. Соберу всякие ништяки. Которые потом пригодятся. Короткий кинжал сломается. Но ничего, у нас запасной есть. Видите, ребята, потолще будут. Не успел запарировать. Ну ладно, в следующий раз. Так. Еще немножко ништяков осталось собрать. Сколько же вас тут встает? Сломанные мечи. Блин, со спины нападают. Очень подлые, некрасивые, не по-спортивному. Нет, по-моему, слишком их много сюда положили. Ну, почти. Перчатки. Нормально, нормально. Есть что взять. Забираем предметы, самоцветики. Так, ну и еще два. Да сколько же вас, ребята? Ай, чуть-чуть не успел перевернуться. У нас двух рук, с трех ударов они падают. Давай, буду парировать. Не получилось, но забыл, как парировать. Научусь. Легче всего с щитами парирование делать. Так, сейчас сразу поменяю кинжал, это он не доживет. И пойдем дальше. До своего первого клевого костра. Ай, а их тут трое или двое, я не помню. По-моему, больше, чем двое. Да. Жестко. Раньше тут, по-моему, один всего был в засаде. Ой, чувак, хорош. Не смешивай меня. Я самоцветики покушаю. И потом запарирую тебя профессионально. Нет, еще разок, давай. У тебя есть еще один удар. У тебя есть еще один удар. Давай еще один. Ладно, я не умею парировать. Казалось бы, нет оружия должно быть проще, но на самом деле нет. Эх, кривые руки. Тут больше нет засады, нет. Так. Еще одна атака. Ты зачем блокируешь? Ой-ой, а эти уже могут больно накидать. Тупо подблочили. Со спины подошел и спас. Рожь. Блин, ну что-то мне это не нравится, такой расклад. Вот и все. Что прячется за другом. Знаю я вас. Не гудяй. Так, собираем последние ништяки. Бойдем на выстрел. Убиваем этого дядю. Или не успеем убить, успеем, но не успеем перекатиться. И забираем баклера. Баклером очень удобно парировать. Наверное, даже убивать их не буду. Бомбами бросается, никак не накидается. Все, я ушел. Тут засадные люди. И совсем скоро мы отправимся за длинным мечом. Ну, не простым, а сразу огненным. В третьей части приходилось для этого помучиться. В этой части он сразу будет огненным и клевым. О, сколько знаков! Блин, онлайн, значит, есть. Отлично. Ой. Дружище в гости пришел. Ну ты чего, зачем? Тебя просили? Не просили. Так, первый NPC, который в открытом мире. Она говорит, купите, купите, все дела, можем поговорить. С ней надо все проговорить. Она нам ничего особого интересного не расскажет. Вот, и говорит, когда увидимся в следующий раз, я тебе там что-то сделаю. Так, сломанный меч. Нам нужен ключ, чтобы кузницу открыть. И может быть потом ключ камень Фороса. И можно заклинание купить. Но я думаю, и без этого справлюсь. Так, присядем на пятсяк. Здесь мне пригодится факел. Потому что в этой версии Солароза Фетсин, в помещении сверху, очень круто переделали гаммы. Оно реально супер темное. То есть без факела вообще нифиг делать. Ты такой подходишь? Ага, хочу открыть. Не могу. И закрыто. Но всегда эту дверь можно сломать. И за ней будет ящерка. Копим стаминку и идем ее бить. Угу. Видно мы ее не убьем. Ага, отлично. Просто лучшее оружие, чтобы убивать ящериц. Конфермент. Ну, потом заберу в следующий раз. Топорик есть. Топорик тоже неплохо. Все лучше, чем кинжал. Так, сундуки. Забыл про него. Иди сюда. Что у нас тут есть? Малый кожаный щит. Щит это хорошо. Может будем пользоваться им. Тут лежачий есть, который потом встанет после того, как мы откроем этот сундук. И здесь должен быть маленький белый мелок, если я не ошибаюсь. А я, скорее всего, не ошибаюсь. Блин, ну не бей, не бей. Я должен первый дарить. И еще одна атака, и все. До свидания. Да, маленький белый мелок. Ну, чтобы призываться в другие миры. Здесь мы прыгаем вот сюда. Осторожно. Кривой джойстик. Забираем небесное благословение. Даже не буду сидеть у костра. Сразу пойду за длинным мечом огненным. Пригваждаем этого человека в земле. Так. Блин, стаминка кончилась. А, этот дядя... Эй, ты чё, дядя? Такого никогда не было. Это пошло не по сценарию. Первый раз он спустился. Неожиданно было. Чуть весь план не испортил. Угу. Берем сюда. Делаем эпичный прыжок. Он получается. Что бывает довольно редко, признаться. Идем сюда. О, бэкстап. Вот это прям просто на лету. Такое, братик, иди сюда. Так, теперь мы спускаемся по деревьям. Я думаю, даже их расстреляю. И еще. Так, их тут много. Очень много. И вот тут новые враги появляются. Раньше вот эти вот черепахи стояли только в Железной Цитадели. Теперь они добрались и сюда. Багам поначалу реально очень просто. Ну давай, бей. Все равно не попадешь. Ну и последний. И еще 15 заклинаний на другую черепаху. Нормально. Такой незаметный стоит. Думал, я тебя не замечу. Но не тут-то было. Даже не помню, что мы там заберем. Ништяк, который над пещерой лежал только ближе к концу игры. Получится забрать кучу щитов. Так, ну потом. Сейчас мы пойдем заберем длинный меч. Ну а здесь будет мешаться саламандра. Главное добежать до двери и начать ее открывать. У нас будут несколько фреймов неуязвимости. Что очень круто. И вот он, знаменитый длинный огненный меч. Все, теперь забираем ништяк, убегаем. И возвращаемся к костру. Надо будет запомнить, чего нам не хватает, чтобы использовать этот меч. Даже не буду его убивать. Здесь эти гейзеры огненные мы тоже проведаем скоро. Ну, я побежал. Даже полезет, наверное. Полезешь со мной? Поехали. Давай. Играем в пожарников. Полезет. Ладно. Оставлю все ассоциации при себе. Так, теперь главное успеть быстро залезть по лестнице, чтобы никто не надамажил. Но, скорее всего, у меня прыгнуть ножом. Причем несколько раз. Просто не почувствовал. Так, теперь главное быстро сесть. Потому что они залезут и будут мешаться. Успели. Еее, красиво. Ну, я думаю, достаточно. В следующей части постараемся пройти эту локацию. Вряд ли успеем, но попробуем. Всем большое спасибо за просмотр. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok